...это классное, почему не вывезли, что в будущем выставило целый ряд разработок, чтобы в этих предметах. Дело в том, что мы сейчас выступаем в рамках концепции статистического кризиса города, который принят и выдавлен в оборудовании, подписанного мероприятия кризиса. И в рамках этой концепции существующая часть направлений, одно из них является основным направлением, конкурентно-способным местом. То есть мы хотим власть, как я хочу, и другие, которые могут быть в городе, не только ее промышленном предприятии. А вы знаете прекрасно, что у нас двухроцентричный потенциал, промышленные предприятия, но только в области домов, не полуроводной, в области медицины, но и в городе. Вот, поэтому мы представили здесь целый ряд разработок, которые касаются машиностроения, электронной промышленности, ну и также мы представили целый ряд материалов, которые касаются непосредственности медицины. Вы видели там, отменяли материалы, которые показывают наше предложение. Значит, у нас там три разработки. Если вы знаете, это вот одна из разработок, мы сняли такого, значит, получили рак. Вы знаете, авторы очень много лет занимаются этим работой, и это определенная работа. Но, к сожалению, мы пытаемся, чтобы было какое-то заключение, какого-то, не здраво, а это, к сожалению, стоит определенных больших денег. То есть пока вы внедрите на рынок. И поэтому, а выйти, поэтому, с этим на рынок, неужели. То есть это проблема. То есть это проблема внедрения наших инновационных разработок, которые, как говорится, способны в области медицины. А в медицине, как одна из многих возрастных, в этом плане очень, я бы сказал, коррумпирована. Потому что это связано с очень большими дунгами, и с допуском на рынок нашего отечественного, будем говорить, товара. Это очень здоровое место. Скажите, а за рубеж Вашего изобретения вы пытались? Понимаете, дело в том, что без надежной защиты, дело в том, что, допустим, для того, чтобы быть за рубежными изобретениями, нашими изобретениями, в области медицины, их надо патентовать за рубежом, вы знаете, да? Они запатентованы у нас в Украине. А за рубежом мы их не можем патентовать, потому что и авторы, естественно, не могут это задавать, потому что для того, чтобы запатентовать, допустим, высокоразвиток и всех странах мира, требуется порядка 70-90 долларов. В одной стране это порядка 10-50 долларов. Поэтому, естественно, здесь должна быть помощь государства. Я вот много лет, как член Совета был, даже инвестиции, которые разрабатывали вот законы о гонерационной деятельности, из них не знали вот эту проблему, очень много лет длился на тем, чтобы государство, как вот раньше по советской власти, государство было держателем патента. То есть это было собственность государства, но все государства. А авторы были только авторы. Сейчас же у нас автор является зачастую и собственником своего патента. И он может его продавать на рынке. То есть у нас нет, во-первых, членов. У нас не работает механизм ацентриктальной собственности, с одной стороны. А с другой стороны, у нас нету поддержки, чтобы выйти за бодреж, потому что для того, чтобы запатентовать врачи государства, то сейчас сам автор не в состоянии запатентовать. Поэтому приходится, как бы, вот, ну, будем говорить, даже зачастую вообще не патентовать. Есть это изобретение, которое действительно стоит денег. Люди зачастую просто не публикуют, не держат этих, ну, не куча времен, когда, может быть, принесли законы, которые будут помогать вот автору в продвижении его на международный рынок. А это очень обидно, потому что очень много теряет. Вы знаете прекрасно, что к нам возвращаются наши люди. И вот недавно, кстати говоря, лекарство там, именно тоже отречение, по-моему, рака, которое очень известное, оно здесь не мог автор, он уехал в Америку, в Компринам, я уже забыл, что было собрать, возвратилось, хорошая упаковка, очень дорогое, стоит там десятки тысяч, если не больше, долг, мучить лет. А это ведь наша работа украинских. Что будет возможность, будет возможность наших изобретателей запатентовать. За рубежом защитить свои права. Они уезжают и подают свои идеи, да? Ищут там людей, которые могут за них заплатить, запатентовать, и потом они возвращаются уже к нам в виде изделий, за которые наши государства маркетят с одной и остальной с людьми, а с другой стороны, потеря просто валюту, которая пополняла бы бюджет нашего государства. Кстати говоря, вот у нас там в медицине еще одно из изобретение, вот мы с вами на этом, которое тоже прошло опробаться очень давно, на очень оригинальном способе. Вот вы слышали живая мертвая вода? Слышали. Слышали. Вот мы с кровью делаем нечто подобное. Не будем трубаться о подробностях, потому что это ноу-хау, который мы не защищаем, потому что его просто, если открыть, его просто очень легко будем говорить украсться. Но мы проводили вот испытания на протяжении лет шести, на многих, кстати, на семи летах, что-то не было. Радифулин, вот если его очень громко, снимается один раз. Сердей еще недостаточно, после инфаркта, если сделать, тогда у нас не хватает как бы института, сделал один сеанс, уже на девятый этаж, что может поднять, а так вообще не в состоянии. Суставы, то же самое. То есть уникальный прибор, в принципе. Но, сколько мы ведемся, мы не можем напрячь их и возвращаться. Нам просто провели какие-то элементарные, хотя бы элементарные, причем этот прибор абсолютно ничему не вредит. Почему нельзя просто взять, как бы, попробовать без всяких конкурсов, не видно, что-то, даже не решили. Понимаете? В какой-то психотерапии в кабинете взять, поставить, попробовать. Нет, была врача, боится. Вопрос идет денежный. Вопрос денежный, да, вот вы знаете, очень много сейчас, вообще-то, проходим, вы знаете, очень много с патентом, так называемых, хотя это не патенты, то есть они не защищают новизну, то есть это не изобретение. А есть у нас патенты, допустим, на полезную модель, или были временные патенты, которые не требовали анализа и поиска там, мировую новизну. Да, люди получили, люди, которые не разговаривают, говорят, вот у меня есть патент, основание это, вот занимается лечением. А на самом деле это еще ни к кому, ничего нет. Вот сегодня на выставке представлены сколько развлечений? Я даже затрудняю, ну минимум 20, 20 разработок, 20 разработок раз, а там на каждую разработку будет есть, сколько ученых, людей. Все задействованы, но порядка 7 тысяч. Да, порядка 7 тысяч. Вообще-то инновационная палата Одесского регионального отделения вообще является одной из самых активных в Украине. Она объединила вокруг себя изобретателей, ученых и малые инновационные предприятия. Кстати говоря, государство никто не знает, сколько у нас вообще людей, малых предприятий, которые, если такие бывшие заводы, они еще как будто были подчинены, и так они в поле зрения, они там в отчетах, они теперь были в обл.стате и так далее. То малые предприятия, которые занимаются промышленностью, которыми занимается наука, это тут поведение очень много и которые являются основными генераторами. Нет, ни вузы, ни ИКБ. На сегодняшний день отдельные изобретатели и малые предприятия это те, лошадки, которые генерируют идеи, которые доводят к какой-то элементарному какого-то результата и потихонечку может даже что-то и делать. Скажите, но какие-то изобретения уже те, которые внедрили на рынок, они действительно существуют? Значит, вот мы в свое время внедрили изобретения смазочной материальной. Кстати, мы проводили вот испытания, нам повезло, мы попали в постановление Горбачева в свое время. Ну, кстати говоря, вот это изобретение, которое мы снова выставили, потому что оно за 20 лет и не имеет аналогов, и не имеет то есть оно лучше, вот эта смазка лучше зарубежных всех городов. А мы проводим таким отслеживанием и так далее. И вместо того, чтобы широко это променять, то есть волосальные конечки, железные дороги, угольные промышленности, то есть для вот таких серьезных обновлений. У нас руку от всех мы не давали, но у нас нет возможности для того, чтобы то есть у нас нет условий в принципе. Кстати, у нас даже вот инновационная палата, вы видите, сколько вышли изобретений, бюджет или так далее. А вы бы спросили, где мы храним? А где мы вообще где работаем? Вот вы одна из немногих организаций, которая уже существует до 2001 года, до сегодняшнего дня не имеет своего помещения. Вы себе можете писать, а мы предлагали городу сделать интеллектуальное лицо Одессы. Мы предлагали им что вот если бы нам сдали помещение и готовы сделать постоянно действующую выставку, у нас готовая экспозиция, в которой можно было бы приглашать инвесторов под это, правильно? Вот приезжает власть, приезжает мэр, губернатор, приезжает какая-то делегация китайская, даже, почему бы не предложить в нашем хозяйстве индустриальный парк, техно парк, каким-то китайским вредным товаром. А почему бы этим китайцам не предложить нашу продукцию, которая готова вне денег, чтобы они вкладывали в нее денег. Но для этого мы, если бы имели такое помещение, где бы мы могли сделать постоянную действующую выставку, это было бы интеллектуально и литературно. Мы их собрали у нас, я, откровенно говоря, даже прячусь от изобретателей неудобно. Понимаете, у нас было бы гораздо больше их, а государство это такое интеллективное. По крайней мере, мы к конкурсии не обращались, в ближайшее время обратимся, потому что нас вроде поддерживает управление экономикой и, кстати, управление экономикой оба администрации. И мы надеемся, что мы этот вопрос в ближайшее время просто обязаны решить. Тем более, если вы знаете, что вот все последние решения и все, что как вы говорите, президент, да, в инновации, что надо организовывать кризис. Почему? Потому что у нас нет промышленности. Понимаете? Там, где промышленности таяра, там нет, конечно, там Рост в УБП. Я очень успеваю, спасибо вам большое. Мы в процессе где-то подойдем, потому что надо обязательно я к вам. Вот то, что мы наговорили, там наговорили. там все по-уэзоте, я... Нет, нет. Я не вызываю. Понятно. А можно вот Чернобык ваше? Это я не могу пока вам ничего сказать, это все будет лучше. Больше. Я сегодняшний ответ прочитатель и Украина. Нужны в Украине запитатели, вообще какие-то запитатели и польные и запитатели? И ... Да, конечно, нужны, очень-очень. сегодня вся Украина торгуется дешевым потребностям в Китае. Но наши, на сегодня наши предприниматели с удовольствием будут внедрять новые технологии и торговать украинским товаром, ничего не лишнее. Но, к сожалению, украинский товар, получается, производится намного дороже Китая. Поэтому у меня должно быть решение законодателей, чтобы помогали предпринимателей внедрять новые технологии, экономически технологии на данный департамент и на данный Как раз появилось два года назад, в тот же день, когда была проведена выставка электроника-энергетика. Это совпало с сессией областного совета, где было принято это решение. И буквально на этой же выставке были завязаны первые контакты с поставщиками оборудования, с энергосервисными, энергоуправляющими компаниями, которые тогда заходили в наш город и уже интересовались рынком Одессы и Одесской области. И в прошлом году я был участником выставки, в этом году и хочу пожелать и себе, и всем участникам получить как можно больше полезных контактов, потому что здесь самое важное это хорошая связь между спросом и предложения. Зная и участников экспозиции и ту целевую аудиторию, которая, как правило, посещает выставку, я уверен, что каждый год эта выставка будет рождать все новые проекты в нашем регионе и приведет нас к новым результатам в сфере энергоэффективности. спасибо. Спасибо. инновационную инновационную палату Украины, вице-президентом, который я являюсь и председателем и президентом Одесского регионального отделения. Мы выступаем сегодня на выставке электроника и энергетика самостоятельным блоком законченных инновационных разработок, которые мы предлагаем внедрение. Наша экспозиция приурочена к развитию концепции стратегического развития, которая принята на сегодняшний день нашим городсоветом и подписана мэром постсовым Алексеем Алексеевичем. Значит, эта концепция состоит из нескольких разделов, нескольких направлений, в том числе конкурентоспособных город экономика бизнес-инвестиций. То есть впервые за 20 лет было заявлено, что мы хотим поднимать экономику нашей родной Одессы. До этого считали, что Одесса должна быть чисто реракционным, курортным, городом, и никакой промышленности здесь не должно быть. Это великое заблуждение прежней власти, потому что нет ни одного города в мире, миллионника, который бы не развивал экономику. А если учесть, что в нашей Одессе не сосредоточены громадный интеллектуальный научный потенциал, что здесь сосредоточены 20 вузов из них, которые 10 это технические, причем уникальных вузов типа холодильного института или института связи, то становится очевидным, что Одесса не может быть ни инновационным, ни промышленным городом. Только вот какие направления выбрать, это как раз задача, фокус группы, которая была создана в рамках направления конкурентно-способный город, чтобы отобрать те наиболее эффективные энергоресурсосберегающие конкурентно-способные инновационные проекты, для и готовые к организации производства. То есть не просто там заявить, что вот мы хотим развивать, а мы прежде всего выберем то, что мы имеем на сегодня, а потом уже будем, как говорится, развивать в первую очередь. Тем самым мы быстрее можем получить обратный эффект, потому что нам не надо не исследовать, нам не надо не проектировать, нам не надо не патентовать. Все лучше взять сначала стартануть с готового продукта, который уже есть, который и запатентован, который и разработан, который и испытан, осталось только организовывать производство. Вот мы сейчас сделаем небольшой текстурский обзор обзор что мы выставили на данный выставок. На сегодняшний день вот мы выставили такую интересную работу. Значит, это специально здесь два велосипеда. А по сути дела это, как вы видите в этом велосипеде нету звездочки, нету цепи, а стоят какие-то тросики, какие-то шкивочки. И педаль здесь не надо вращать, а она возвратно-поступательно перемещается. Это по сути дела абсолютно новый принцип, новый механизм, теория механизмов и машин, бескривошипный приводной механизм. Это бескривошипный приводной механизм, который преобразует возвратно-поступательное движение, вот в данном случае педали в обращательное движение кольца. Таких механизмов в мире нет. Это впервые придуманы автором, вот такой рыбаком, придумано вот такое механизм, который в данном случае применен на велосипеде. Как ни странно, вот здесь вот на планшете показано применение его, видите, здесь цилиндр, и при возвратно-поступательном движении цилиндра происходит вращение колеса. Куда же можно это применить? В данном случае мы написали, что область применения его можно применить как паровой двигатель вместо сгорания, вместо сгорания, как паровой двигатель вместо ДВС внутреннего сгорания, вместо атомных и тепловых электростанций. то есть можно работать на перегретом паре и за счет того, что там такой механизм, что скорость вращения колеса может получиться очень высокое передаточное отношение. В том числе как вот без тросовый шестеренчатый привод для ВС, для ВС, полбин, и велосипедов. значит вот сделали образец но этой кинематики но здесь как бы в начале пути хотя велосипеды уже можно было бы спокойно выпускать. Следующая разработка вот посмотрите абсолютно новый привод новый машина объемного действия. Это может быть насос это может быть компресс это может быть двигателем внутреннего сгорания. Таких машин объемного действия тоже в мире нет. Это впервые разработан новый класс машин который может дать толчок развития насоса строения компрессора строения двигателя строения это вот двигатель банкера если слышали это нечто похожее только на порядок проще и на порядок более технологичный чем двигатель банкера который так и не запустили в производство из-за его именно нет технологичности тихо вот это может быть Одесса могла выпускать и насосы компрессоры двигатель внутреннего сгорания это машиностроение вот вам свеча зажигания которые дает свеча зажигания запатентована разработана документация прошла испытания кстати и насос то же самое разработан вы видите это рабочий образец он прошел тоже испытание разработаны чертежи прошел испытание здесь то же самое разработана документация готовлена прошло испытание что оно показало что эта свеча которая работает на совершенно новом принципу а принцип ее заключается в том что она может работать на обедненных смесях вот на обедненной смеси искра не подожгет обедненной смесь ей нужно определенное соотношение здесь при меньшем соотношении за счет того что здесь поджиг осуществляется внутри свечи искрой а оттуда уже вылетает объемное пламя оно способно поджечь любую обедненную смесь и тем самым происходит колоссальная экономия топлива и практически нет выхлопа то есть эта свеча запатентована конкурентоспособна выпускать можно и быть известным на весь мир как фирма Бош которая выпускает свечи пойдем в следующий вот здесь представлена модель мы вместо карбюратора значит принцип здесь основан на том что он что он отбирает здесь получается короче говоря так что он отбирает определенные дисперсности капли топлива и смешивает его с воздухом то есть за счет того что идет избирательный отбор мелкодисперсных капель и топливо и смешивается с воздухом получается очень мелкодисперсная топливо-воздушная смесь как кстати жидкости то есть это может быть бензин это может быть диз топлива но это также может быть и угольная пыль то есть это запатентованная разработка которая кстати говоря мы провели ее испытания на стенде когда мы поставили вот здесь где-то фотография есть сейчас вот 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 она стоит вот здесь стоит вместо карбюратора стоит вот такая кастрюля кастрюля стоит и когда поставили у нас этот человек который на стенде работает он смотрел на сумасшедших неужели вот эта вот кастрюля будет работать но когда он увидел что увеличилась мощность что уменьшился расход топлива на 15-17 процентов и что выхлопа совершенно нет он был страшно удивлен то есть это может дойти свое применение следующая разработка это уже из области электроники вот еще в 2000 году мы первый раз выставили сварочный аппарат за это время мы его уже усовершенствовали настолько то есть у нас схема техника этого аппарата отличается принципиально от всех схемотехник существующих сварочных аппаратов за счет вот нашей схемотехники мы смогли добиться КПД свыше 90% что не имеет ни один аппарат в мире ни японский ни американский ни итальянский ни немецкий никто не имеет такого КПД если вы посмотрите характеристики на сварочные аппараты они показывают что при максимальном токе а вот у нас аппарат за 200 ампер при максимальном токе допустим в 200 ампер время полезной работы будет 65-70% как правило больше не бывает у нас аппарат при 200 ампер то есть при максимальном токе обеспечивает время полезной работы 100% а почему это так происходит почему те не могут а наши могут а потому что у него высокий КПД то есть система преобразования тока и управления делана так что оно обеспечивает высокий КПД а что такое высокий КПД высокий КПД это значит аппарат все идет на работу нету потерь а если нету потерь значит не греется а если не греется значит вот этих вот радиаторов которые сбоку стоят достаточно для того чтобы охладить вот те небольшие потери которые есть в аппарате то есть он конкурентоспособный разработана документация изготовлен опытный образец покажите изготовлен опытный образец и готовы не греется сейчас нам китайцы пригласили буквально пару динам пригласили меня китайцы чтобы мы значит они готовы купить эту технологию купить конструкцию этого сварочного аппарата вот вам сейчас мы стоим перед дилеммой или мы будем выпускать отечественные либо потом наше отечество будет покупать это в Китае на базе опять таки вот этой схемотехники нами разработан тоже уникальный аппарат который на сегодняшний день таких нету в Украине по крайней мере точно за рубежом не буду потому что мы только его как бы вот начали этот аппарат применяется в тронваях и троллейбусах для движения троллейбуса для его освещения то есть для преобразования 400 от 400 до 800 кольт в 24 27 вольт вот посмотрите вот это аппарат который наш идет на смену видите два человека 45 килограмм несут этот аппарат это раньше вы слышали может быть троллейбусе или трамвая там гремит иногда гремит это гремит умформер который двигатель генератора который преобразует они до сих пор работают эти умформеры их уже давно по разуме их низкий КПД и так далее у них потери у них там ремонт обслуживание там подшипники ну в общем куча проблем сделали 20 лет тому назад сделали вот этот электронный блок который весит 45-47 килограмм вот мы сейчас сделали на новой новейшей элементной базе вот такой аппарат у него в отличие от предыдущих вот эти размеры вот посмотрите в два раза меньше вес почти в 10 раз меньше и самое главное что у него очень высокий КПД и благодаря этому у него потерь практически тоже нет он не греется поэтому он может быть маленький тоже и достаточно вот этих ребер чтобы его можно было отводить при этом за счет того что у него высокий КПД 25-30% идет экономии электроэнергии а вы представляете сколько у нас трамваи троллейбусы берут затратить электроэнергии то есть это могло бы быть колоссальным вкладом в копилку нашего бюджета если перейти всем вот на такие вот блоки питания перейдем к следующему вот более 20 лет назад была разработана новая смазка которая основана была на эффекте безусносного трения было целая школа было целое научное направление которое работало по эффекту безусносного трения или как автор открытия Дмитрий Николаевич Горкунов и Когельский назвали это эффектом избирательный перенос а с легкой руки Горбачевой назвали эффектом безусносного трения чтобы людям было понять значит когда была перестройка через политбюро одни из первых указов Горбачева было это о научно-техническом прогрессе Горбачев устроил закрытую выставку через которую прошло все политбюро и ЦК где были представлены самые лучшие отечественные разработки готовые в обороне в том числе отрасли поэтому она была закрыта готовые для внедрения в широкое народное хозяйство то есть была задача и 80% шло на оборону 20% для народного хозяйства сделать наоборот 80% для народа 20% для обороны вот наша смазка там была представлена после этого были проведены широчайшие испытания в угольной промышленности в автомобильной промышленности грузоподъемных машинах в портовом хозяйстве в самолетостроении военным причем на Blackfire то есть где только она не прошла испытания она показала результаты что смазка обеспечивает повышение долговечность узлов в 2-3 раза как минимум при этом нагрузочная способность в отличие от всех смазок которые на сегодняшний день существует она обеспечивает нагрузочную способность повышения подшипника почти в 1,8 раза почти в 2 раза то есть тот же самый по диаметру подшипник может нести гораздо большую нагрузку как это ни странно и вот если вы знаете завод СОН там выпускались вибраторы и эти вибраторы они разваливались потому что вибраторы эти подшипники разбивал и вот когда они применили нашу смазку то ничего не поменял поменяв только смазку они получили характеристику лучше чем они спроектировали уже новый более тяжелый вибратор и поэтому вот там цех который должен быть новый вибратор тяжелый вибратор сейчас него сделали торговый центр ФОТ это благодаря только вот этой вот смазке и они кстати получили это в 93 году перейдя а тогда было ограничение по рентабельности 30% они сделали как бы ничего не поменяв поменяв только смазку повысили но назвав при этом так как характеристики другие назвали этот вибратор по другому и цену установили в два раза выше тем самым получили за три месяца три миллиона прибыли за три месяца значит следующий разработок вот здесь представлено совершенно новое которое не имеет аналогов то есть это не просто вне конкуренции просто таких нету поэтому не с кем конкурировать а очень важно когда на рынок выходит с какой-либо разработкой допустим сварочный аппарат или со смазкой есть конкуренция определенная надо доказывать что твое лучше то здесь нет конкуренции такой технологии вообще нет мы представляем совершенно новую технологию по упрощенению шлифовальных кругов то есть абразивного инструмента у нас есть новая технология новые материалы и новое оборудование которое позволяет произвести обработку шлифовальных кругов статных стандартных шлифовальных кругов на керамической связке при обработке кругов на керамической связке мы получаем увеличение стойкости кругов от 2,5 до 15 раз а в среднем это где-то 4 раза мы гарантируем минимум 2 раза гарантируем минимум 2 раза а в среднем это получается где-то 4 раза а что это дает что используя эту технологию например Харьковский подшипниковый завод, он применяет, а подшипники, вы знаете, со всех сторон шлифованы, да, и в торте шлифованы, и наружные, внутренние, все поверхности шлифованы. Так вот, основная операция по этому шлифованию кругов расходуется где-то порядка на 3-3,5 миллионов долларов на этом заводе, только на процесс шлифования. Мы гарантируем уменьшение, повышение, за счет повышения стойкости шлифовальных кругов, значит, надо меньше править его, чтобы он, возобновить его работоспособность, значит, тем самым повышается и стойкость алмазного инструмента, которым правится. Так вот, мы обеспечиваем место 3 миллионов, допустим, как минимум гарантируем 2 раза, то есть мы сразу заводу даем 1,5 миллиона чистой прибыли. Это, значит, себестоимость продукции может уменьшиться, это прибыль может увеличиться, при этом за счет того, что меньше расходов шлифовальных кругов, значит, это улучшение экологии, то есть это энергоресурсы, сберегающие технологии. Мы провели испытания этих шлифовальных кругов на крупнейших автомобильных и подшипниковых заводах, а также станкостроительных заводах и других различных. Ну, в частности, мы провели испытания в свое время на заводе «Машкевич», на первом подшипниковом московском заводе, на луцком подшипниковом заводе, на черниговском заводе «Карданных валов» и многих-многих других. И вот такие результаты имеем и готовы поделиться этой технологией, чтобы заводы могли получать чистую прибыль. Но, к сожалению, в нашей стране невыгодно, оказывается, получать экономику. Почему? Потому что тот, кто сидит на этих абразивных кругах, начальник цеха, допустим, абразивного в Москве, тогда завод «Москвич» работал, мы с ним работали. Он сначала ухватился, а потом понял, что к нему в два раза меньше, как минимум, будут приходить клиентов, которые предлагают ему шлифовальные круги. Понятно? Когда к нему приходят и говорят, вот мы тебе предлагаем, а другой приходит, вот мы двойку тебе предлагаем. Он говорит, столько предлагает, не знаю, у кого выбрать. Кто больше даст откат, значит, того он и берет. И чем больше он берет, тем больше у него отката, тем он больше, тем ему лучше. Поэтому есть определенные, как бы, вот такие противоречия, которые не позволяют иногда внедрять технологию. Следующая наша разработка. Значит, я посетил в начале этого года Петербург. В Петербурге мы познакомились с изобретателями, учеными и производственниками, которые ведущие фирмы «Теплоком», которые разрабатывают тепловые счетчики. С одной стороны. С другой стороны, петербургскими и корейскими учеными разработано тепловым счетчиком, разработано программное обеспечение, работая в паре с фирмой «Теплоком», они смогли создать некий, уже не отдельные конструкции, а некую систему, которая может обеспечивать, с одной стороны, контроль за теплом, с другой стороны, регулирование того тепла, с третьей стороны, этот контроль может передаваться в любую точку грубого мира и на любой, воспринимающий эти данные объект. То есть, начиная от мобилки и кончая компьютером, может быть, выведены все те характеристики, которые получаются при регулировании и контроле за работой тепловых систем. Вот установка таких вот счетчиков позволяет, во-первых, если на дом вы поставили, оно автоматически поддерживает температуру, эти все данные показывает, показывает, сколько калорий оно потратило, сделает сразу расчеты, и видно сразу, какая получается экономия. Значит, причем, если, допустим, эта система контролируется с периодичностью 5 секунд, то есть, каждые 5 секунд снимаются показания. Тем самым, допустим, начальник ЖЭКа или мэр города у себя на дисплее может видеть каждые 5 секунд, что происходит с тепловыми системами в городе. Вот, например, порвалась труба, упало давление, сразу сигнал показывает, что вот на этом участке упало давление. Что дальше происходит? Упало давление, значит, что-то надо делать. Он смотрит, в какое время, это все записано, все зарегистрировано, смотрит, через сколько времени это давление восстановили, то есть, как быстро сделали ремонт. То есть, такая система позволяет дать колоссальную экономию, допустим, вот за один сезон на одном доме высотном, ну, в 9-этажке, я не вижу, значит, экономия порядка от 30 до 5000 тысяч гривен дается экономия по теплу для жителей вот этого дома. Теперь этот счетчик, благодаря вот нашему сотрудничеству, а у нас была поставлена задача, что должен выпускаться только и будет применяться в Украине, а вы знаете, есть целая программа по установке теплосчетчиков на все станции и на все дома. То есть, на это выделяются колоссальные государственные деньги. И когда вот эта программа была принята, значит, сейчас ее надо реализовать. Но там было заложено, что счетчики должны быть только украинского производства. Поэтому, значит, мы будем говорить, в содружестве украинской, то есть теплоком с украинской фирмой сделали, значит, украинские счетчики, теплоком Украина, и сейчас они выпускаются в Украине, и вот, как бы, дает это единственная такая система пока в Украине, которая апробирована в России не один год. Следующая разработка. Вы знаете прекрасно, что большой бич в мире – это поверхностно-активные вещества. Вы знаете, что вода сейчас уже мировой океан, полностью, будем говорить, засорен поверхностно-активными веществами, которые уже в таких количествах, и которые, кстати говоря, не выводятся ни одним из существующих методов очистки воды. То есть ПАВ-СПАВ очень тяжело подается утилизации и выведения из питьевой воды. И это стало предметом, в общем-то, и ухудшения, будем говорить, экологии, и ухудшения здоровья людей, и продолжительности жизни. Вот нашими учеными-изобретателями разработаны на основании органических растений разработаны экологически чистые и натуральные моющие средства. На этой же базе разработаны там целый ряд, не только для рук, для шампуня и косметика. Это совершенно новое направление экологически чистой продукции, моющих средств, которые не, будем говорить, не наносят вред экологии, которые не наносят такой вред нашим водным ресурсам. Я хотел бы, чтобы вот наши дальнейшие разработки вот рассказали нам... Вы расскажете про свои? Да, наши представители. Вы сядете сюда, расскажите сюда. Я представитель Одесского завода Роскатерин Курточковых МАС, СОВ АВА. Мы представляем современные технологии по переработке отходов, производства консервов и государственных промышленностей. В чем наша уникальность и на вековом? Основная уникальность в том, что мы производим шивой масло, шивая олея. Это масло не рафинированное, не купожированное, не замороженное. Масса холодного прессования. Температура отжима масла до 55 градусов. Самая одна из самых низких на территории Украины. Также мы единственный завод на территории Украины, который выпускает живой образец растительного происхождения, который широко употребляется в газовой и авиационной промышленности. Для чего это необходимо? Для очищения нагара, деталей, без изменения их размеров и деформаций. Что очень важно. Это первое, самолеты и газовое оборудование для того, чтобы были точные размеры всех деталей. Также очень важно то, что наша виноградная программа отличается тем, что мы, опять же, чуть ли не единственный производитель в Украине, который работает с виноградом. Во-первых, сам продукт очень важен, очень ценен как питательные вещества и применяется в кондитерской пограничной мусе и все печенье очень прекрасно содержится в косметологии. Дальнейшая переработка виноградной почечки идет на пищевую добавку. Опять же, ясно-митертируется. И в дальнейшем он будет использовать прекрасно, как низкокалорийный продукт на форме скоту. То есть, как видите, только из одной отхода от винограда мы можем получить сколько больших продуктов, необходимых для нашего населения и для наших промышленников. Наша цель присутствия на выставке заключается в том, что мы ищем партнеров для совместного взаимовыгодного сручения по пасту, сухов для сушки по виноградной программе. Мы знаем, что селье есть на территории Украины, Молдовы. Винограда очень много. Отсутствует возможность качественной сушки зерна из шалушки от винограда для производства того же винограда, того же чая, для добавки в какие-то пищевые продукты. И получить возможность сырья, высушенного в тот технический развод, которые указаны по нашим финансовым городам, для того, чтобы продукт был в целопачественной и тех режимах для использования, как качественное продукт питания для наших ингредиентов. У нас производится около 10 видов масел. Это перчатчное масло, это масло льна, это масло сожжёта, масло косточки ореха, косточки винограда, косточки персика, культура рыжика, расторопша. Также раньше мы использовали, производили масло томатов. Сейчас мы в этом году планируем запускать масло сливы, которое также было несколько лет, как не выпускаемо, следить за многими причинами. И также запускать все масла, которые необходимы нашим клиентам, их вопросам. Завод, уникальная заводочность в том, что мы можем запускать в наше производство любых косточек, любых продуктов. То есть лица устроены в этом и уникальны. Это коротко. Зачем с того, что создана революционная волновая теория формирования живых клеток РНК, ДНК и генома. Теория опубликована в моих книгах, в частности, книга «Абсорда науки и биологии», в других моих книгах, а также в ряде журналов. И вот последняя публикация прошла в журнале Агроуниверситета, прямо на первой странице, прошла моя статья. «Этапы формирования живой клетки и волновое объяснение в онкозаболевании». Почему сразу касалось волновое объяснение в онкозаболевании? Эта волновая теория формирования живых клеток дала теоретическую основу для создания волнового способа излечения онкозаболеваний. Это очень важный момент, что способ создан не методом цикла, не случайно, а на строгой теоретической основе, на основе волновой теории формирования живых клеток. В чем заключается? Об этом прошла публикация в издании «Инновационная палата». Прошла публикация, вот эта вот действительная статья об этом способе. После этой публикации, эта публикация прошла в 2010 году, после этой публикации в всех СМИ пошла реклама, ну и здесь было описано принцип работы, принцип работы вот этого волнового аппарата для излечения рака. После этой публикации в всех СМИ прошла активная реклама частных клиник. Частные клиники сразу же это перехватили и сразу пошла активная реклама «Лечим рак без хирургии и гамма-облучения». То есть способ уже активно работает, уже им активно пользуются частные клиники. Я тоже испытала этот способ. Вот у меня заключение «Интосаны». Причем один человек обследовался в «Интосане» в городе Исмаиле, другой в городе Одессе. Здесь был рак простаты с метастазами на кости таза, исчезли метастазы с костей. Это фантастика. Никаким другим способом метастазы с костей убрать нельзя. У этого человека был рак легкого, очень большая опухоль. У него была 98 на 125. Большая опухоль легком. После двух месяцев, трех месяцев лечения, простите, у него осталась одна запятая. 37 на 12. Это вот такая запятая осталась. Так что, вот таким образом, способ испытан и показан положительный результат. Способ запатентован. Я получила несколько патентов на способ и на преслед. Значит, в чем заключается коротко принцип работы этого аппарата? Дело в том, что многочисленными исследованиями у ученых в тканях рака небольшую лекцию, можно, да? Да. В тканях рака не обнаружены никакие особенные вещества, которые не были бы использованы нормальным здоровым клеткам на различных стадиях их формирования. Следовательно, дело тут не в химическом составе клеток, а в направлении магнитных полей. В направлении магнитных полей клеток. Клеточный белок состоит из 20 аминокислот. Все 20, исключительно все 20, левовращающие. Это значит, что магнитное поле самой живой клетки тоже левовращающее. Суммарное магнитное поле всех левовращающих клеток данного организма создает общее левовращающее магнитное поле тела, то есть его ауру. Это общее суммарное левовращающее поле заставляет кровь, которая содержит железо, немагнитное железо, двигаться по левовращающему клубу и заставляет работать сердце. В то время, как все нормальные здоровые клетки содержатся, имеют левовращающее магнитное поле, в тканях рака присутствуют в клетке и с левовращающей, и с правовращающим магнитным полем. Вот в этом его особенность. Вот в этом его, казалось бы, загадочная такая вот неизлечимость. Ничего загадочного. Просто нужно было выяснить вот этот момент, что в тканях рака присутствуют клетки и с левовращающим, и с правовращающим магнитным полем. Поэтому вот этим вот простейшим аппаратом, у которого источник энергии всего-навсего крона 9 вольт, вот этим аппаратом, вот таким слабеньким воздействием я размагничиваю и тем самым размагничиваю феромагнитные матрицы клеток и с левовращающих, и с правовращающих, но поочередно, естественно, и тем самым разрушаю патогенные клетки. При этом следует помнить, что нормальные здоровые клетки намного крупнее мелких упрощенных онкоклеток. Это дает возможность безболезненно убирать, разрушать, размагничивать онкоклетки, не повреждая при этом окружающие здоровые клетки и органы. Вот в этом замечательная такая вот особенность этого аппарата. Значит, я уже с этим вопросом ездила в Киевский институт онкологии и радиологии имени Ковецкого, сделала у них обстоятельный доклад. Они уже в курсе, в общем, все им изложила, принцип работы, все-все-все изложила. Ну, я добивалась чего? Я добивалась, чтобы этот вопрос был включен в план работ института. Ну, я получила отказ по причине отсутствия кошки, кошки в них хватает. Так что поэтому, вот уже считаю, какой, вот эта публикация, патенты у меня еще за 2004, 2005, 2006 год. Вот уже столько лет этот вопрос светит в воздухе. Беда в том, что Украина до сих пор не приняла закон об открытиях. Государство есть, а закона об открытиях нет. Поэтому вот такие сложности. Я уже несколько раз посылала заявки на открытие, документы все возвращаются обратно с вот такой отпиской, что отсутствует закон об открытии. В процессе трения, опять, если она стерла свет, она опять захватывает эту пульсмазку, поэтому очень долго работала. Вот она не теряет своих реологических свойств, и это доказано, кстати, было на практике. Мы увидели уникальные результаты, что, допустим, в угольной промышленности, на канатной дороге, когда через 4 месяца радиальные упорные пошипники превращались в квадраты, а смазка законкована. То есть наша распространение через 10 месяцев по щипники, как много, и смазка, как только сего не удается. Вот такая у нас смазка, которая бы могла опять выпускаться компонентноспособными шеллами, костролами, которые уступают гаранту. Мы свои характеристики, кстати, не скрываем. Они скрываются, не скрываются. У них характеристики хуже, чем мировые маски, чтобы не было конкурентов к истинным характеристикам. Мало того, на сегодняшний день сейчас будет очень большая процент, о которой надо кричать. Вот смотрите, у нас в Украине, я думаю, в одинственной стране, в ТЦУ, является интеллектуальной собственностью и затекрительной. То есть вы не имеете права взглянуть на ТЦУ. То есть как листик, вот вы берете колбасу, а вы не знаете ее характеристики. Вы берете с маской, а вы не знаете, как только можете получить рекламу. Вот если бы кто-то не буду, ладно, называть одно. Присад, очень известный присад, даже у нашего крючка было на поясе написано это название, это присад. А я знаю, что она ничего не делала, но реклама сделала была такова, что ее все брали. И люди озолотились, стали на этом миллионерной письмой, а она ничего не делала, но рекламу. А теперь для того, чтобы мне, допустим, как вот я хочу разработать лучше, чем я, так что я должен отталкиваться от рекламы или от истинных цифр. Это же борьба рекламу идет или истинных положений вещей. И как ученый, я хочу стать истинным положением вещей, я должен делать лучше. Но я их не знаю. Даже патенты не закрывают, не изобретают, как казалось в отечественной коллекции. А это ТЦУ закрывает. Извините меня. ТЦУ допустим, там колбасы не упахнут, а тебе, граждане, самая колбасная колбаса. И никто за это не не согласен. ТЦУ допустим, почему такая сумма, что уникальные такие изобретения, они в такой стадии только изобретения не используются? Потому что механизмы внедрения изобретений, у нас на сегодняшний день, не работают, чем не работают. Вот вы приходите в магазин, взять одежда, плащик, костюмы, обувь. Но цены не есть. Вы хотите взять. Вы сможете взять. Вам смогут продать продукцию, на которую наденете. Вот так и у нас. То есть битком набитый магазин, но цены нет. Поэтому никто не может взять. То есть для того, чтобы можно было продать, нужна цена на продукцию. И есть закон об оценщиках. И там есть оценка интеллектуальной собственности. Есть отличие. Но у нас не признана это. Хотя любились очень много, чтобы оценка интеллектуальной собственности была. И вот только недавно ввели методику оценки. Вы знаете, что это методика оценки. Дома, сооружения, земля. Все угодно. И сейчас, слава Богу, пару лет назад появился цена в лечебных колесах. Но мы и совдепии выросли. А при совдепии честь изобретений вылечился. И сразу. А автор только получал автор в кроссе. Так он был автором. Правильно? То есть он получал крохи, а остальное это было как государство. Теперь, когда рынок, автор является автором, не только автором, но и хозяином своей телескальной собственности, что он сам создал. Либо является фирма, в которой он это создавал. Идем на работу. А те, которые привыкли к задару, как при советской власти, там, задаром это все. Они и сейчас хотят задар. Они заводы взяли, и еще будет наш изобретение. А сейчас это уже рынок. И когда ему говоришь, понимаешь, у тебя завод. Сколько он стоит? 5 миллионов. А вот у меня, допустим, смазка на 110 миллионов. Давай с тобой организуем совместную компанию. Ты завод, а я, и это наше общество. Ну как это? Я тебе педагогизую. Ну как, а я не знаю. Нет. Ну, 10 тысяч на 5 тысяч. То есть нету рыб. Неработки. Рыб. Вот эти там и сады. На законодательном уровне это не отрегулировано. Понимаете? То есть нет эволюционных вопросов. Есть оценщики. Есть трансферщики. А закон о трансферщике. Олога, бацейки. Вот. Все есть. Вот те, которые срывают куш. Да? Они считать так. Изобретение. Товар, растетку. Насос, компрессор. Растет на этом. На деревьях. Только надо срывать. Выгодно продать. А изобрел там эту емку. Главное срывать. Вот мы главные. Понимаете? А вот вы держитесь. Куда вы не коснетесь, куда не прикоснуетесь. Прикоснетесь к каждому. Прикоснетесь к человеку. Прикоснетесь к микрофону. Изобрел человек. Конкретно. Понимаете? То есть, к чему бы вы не прикоснулись, прикоснетесь к изобрел человеку. То есть, все, кто ты изобрел. Изобретатель. Ничего бы у нас нет вообще. А только к нему. Понимаете? А не трансферщики. Понятно, да? И даже выпускающие. Да, без них не быть. То надо же, как бы, будем говорить, считать экранами, по крайней мере, на этом рынке. Да? И на рынке, чтобы календарь. И вот пока этого не будет, заграница, но так же. Я вам расскажу про вопрос. Ванкер, например, который продал, хотя бы, 5500 миллионов долларов. Ванкер, в 1905 году, двигатель Ванкера зашел. Вот двигатель Ванкера, он продал Volkswagen, а потом Volkswagen, или продал Mazda. И Mazda их ставила на очень богатые машины, потому что они не пошли. Они не идут, 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 они не идут. Они ставили на очень дорогие машины, я просто выкидываю. Увидеть, издавив, на их, они, ну, они, ну, еще сколько, они, ну, буквально, 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 буквально. Мы сделали мечтопоконку, заплатили за этот пакент 35 миллионов. Представьте себе, чтобы нам заплатили, ну, не 35 миллионов, а хотя бы 350 тысяч долларов за души. начиная от чиновника, а исключая там деловарно. То есть нету культуры на этой рынке тоже. И ещё одна, вот смотрите, есть цепочка от идеи, там есть, понимание, отставания, отцены, там есть, там есть, трансперты, законы о инновационной, все, законы о научной деятельности. А что такое наука? Что она исследована? Да, в инновационной науке, она исследует, как говорится, явление природы, не открывает новое. А что такое природа? Без изобретения она ничто. Вот сначала изобретались учёные, а потом учёные будут копаться десятилетиями, а может быть столетиями, снимать пасечку, снимать дак и смотреть, как будет работать это изобретение. Где дак, не важно, а если от дак, не важно. Понимаете? Всё равно без изобретания учёные увеличиваются пионерные прикладники. Понимаете? То есть, учёные изобретают, а учёные просто забирают свой интерес, копаясь вот в природе. То есть, все люди в этой церкви. Кроме одного двеней. Все двеней. Нету длина изобретателя. Вот мы много лет, я объясню, о создании законов о безобретательстве. Кстати, Ленин, когда пришёл к власти, один из первых декретов о безобретательстве. В 19-м году им подписано. Ленин понимал, что от изобретателей зависит очень много. Кстати говоря, в законодательстве Конституции Соединённых Штатов записано, что президент, патентное ведомство должен два раза в году поединить. Понимаете, о чём я говорю? Это говорит о том, какое значение придаёт роли изобретатель человека и его деятельности. Вот когда у нас это будет, тогда тоже не будет. Что-то у нас в стране сбудет. А пока живём как и живём. Изобретатель – это частные лица или которые в науке? Значит, изобретатель – неважно где он – в частных, или в науке, или в туалете. Изобретатель – это состояние души. Это люди с своеобразным мышлением. Понимаете? Не совсем стандартным. Он смотрит на вещи. У него комбинаторика. Мозглав другая немножко совершенно. Он комбинатор. У него компьютер более мощный. В этом плане, понимаете? Понимаете? Вот. И поэтому неважно, куда вы поставите этот компьютер. Или заткнёте его в вуз. Или заткнёте его в дни. Или дома его посадите. В туалет, например. Или в тюрьму его посадите. Ему неважно быть везде изобретатель. Это состояние души. Вот. Вот. Поэтому изобретатель. Конечно. Среди учёных тоже есть люди, которые вот так вот, как вы видите, строили здание. Он помимо того, что изобретатель, он уже и съел. Он уже сам же ученый. Утворяющий интерес. Груб же. Одному изобретателю достаточно. Вот. И забрёл. Получил бумагу. Я первый. Все. Страва не растели. Выдачи не интересны. А есть другой, который забрёл. Хочет навести до ума. Исследовать. Ублюдать. Улучать. Ублюдать. 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 Я сам, конечно. Я третья шестра работал на ума. Да. В 17-х лет проработал в конструкторе. Году ведущего. Вот я был ведущий конструктор, начальник КБ. Потом ушёл в науку. Завезывал лабораторию. У меня коллектив людей работал. То есть я работал на заводе, начальник КБ. То есть я знаю все ипостаси того процесса, которые нужны для того, чтобы создавать некие продукты конкурентоспособные. И кто какую роль чётко знает. Имеется. А люди, которые ходят и надувают счёты, я их терпеть не могу, потому что это люди без денег. И, как правило, люди, которые могут уйти. И вообще, если вы знали, что любой отрасль и ваш отрасль максимум 5-7, ну максимум 10%. Вот как раз те, которые можно было назвать «изобретать». Изобретать можно не только инноваций. Инноваторы. Инноваторы можно только в области техники. Правильно? Да. Мы говорим про инноваций в области техники. Инноваций в пиар-компаниях, предвыборных тоже. Правильно? Да. В социальных сферах. Инноваций. Инноваций. Правильно? Вот. Так вот, успешных людей, как изобретателей, как учёных, как журналистов, неважно, максимум 10%. Один у нас в процентах. Это пена. Но это пена, без которой все 10 процентов не подходит. Она и нужна всегда. Понимаете? Да. Есть такие технологии. Так что? Спасибо большое. Упехов Вам. Упехов Вам. Всего доброго. Спасибо.